Всем привет! Меня зовут Инесса. В этом видео я вам покажу, как отшить хиджаб Тюрбан Трансформер. Идея очень интересная и очень легкая. Сейчас она находится у меня на голове. Цена такого тюрбана в готовом виде составляет 20 долларов. Но так как я считаю, что можно сшить такую вот вещь самим, буквально за несколько минут, за несколько секунд, и расход ткани настолько минимальный, и найти такой трикотаж составит большого труда, и цена будет очень минимальная. Поэтому, если вам интересно, как я сшила, и как я его завязала у себя на голове, то смотрите это видео до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Для выполнения снуда нам понадобится мягкий с вами трикотаж. У нас идет с вами кромка. Сейчас трикотаж я положила лицевой стороной вовнутрь. 60 см у меня идет длина. И ширина идет 37 см. Теперь я сейчас обрежу по вот этому вот краю. Останется у меня только два отверстия. И здесь у меня идет с вами сгиб. Вот так вот будет выглядеть наш нут-чурбан. И сейчас мы с вами проложим строчку, начиная от этой точки. Ткань очень тонкая, поэтому, когда шьем, нужно немножко ее натягивать на себя и подставлять вот туда прям подножик, чтобы красиво обрезала. Потому что, если плохо обрезать, то получаются вот такие вот воздушные петли. Поэтому нужно подставлять верлок прям сразу под нож. И тогда вот получается вот такая вот красивая ручка. Для отверстия лица я оставила 28 см. Теперь вот эту нашу обметочную строчку, я немножко здесь ее распустила и завязала на узел. И вот эти вот излишки мы сейчас отрежем. Теперь мы отверстия для лица и отверстия для входа в голову мы обработаем на распушивал. Но если у вас нету так уже, как и у меня, то можно обметать и застрочить. Или можно же обработать шов закрытым срезом, подвернуть один раз, потом подвернуть вторым раз. Многие называют его московским швом. Или же можно обработать на зигзаге, чем сейчас я и займусь. Со стороны изнанки подкидываем мы вот столько примерно 5-7 мм и начинаем шить. Вот так вот у нас получилось. Так как у нас строчка немножко ложится волной, сейчас я ее отутюжу. Получается, где у нас идет закругленная сторона, это у нас отверстие для лица. Сейчас будем одевать, мы будем одевать с этой стороны. Получается, будем одевать вот так вот посерединке, с этой стороны. Здесь у нас уйдет на нашу голову, на шишечку. И вот это у нас отверстие будет для лица. Сейчас я это отутюжу и покажу, как это будет выглядеть на мне. Для того, чтобы тербан смотрелся на вас красиво, необходимо завязать вот такой вот платочек, который заберет ваши волосы наверх, придаст немножечко объема. Я показала, как я сшила этот тербан. Вот здесь вот у меня закругление. Где закругление? Это у нас отверстие на лицо. Получается, нашим швом я беру и закидываю себе на голову. Получается, мы надели наш трансформер. Кто хочет использовать этот тербан как хиджаб, вы можете фиксировать его булавками, специальными брошами. Получается, мы берем вот так вот наши излишки. Держим. Вот так вот заворачиваем друг за друга. И вот то, что у нас здесь остается, мы одеваем сюда. Все вот это мы поправляем. То, что у нас внизу, мы прячем вниз. Вот то, что у меня получилось. Мне очень нравится идея. Это настолько удобно. Не надо повязывать, не надо заматывать это все себе на шишку. Не нужно выкладывать вот этот вот треугольничек. Настолько все интересно, настолько все это быстро и комфортно. Измеряется это вот таким вот образом. Таким вот образом. Получается 57,5 см. Получается, длину и ширину, которую я вам рекомендовала в начале видео, длина меня устраивает, но немножечко меня ширина не устраивает. Я бы немножечко на сантиметры 3-4, может быть даже 5, я бы добавила по ширине этого тюрбана. Потому что не прям так сильно давит, но немножечко мне дискомфортно. Если проводить целый день в таком тюрбане, немножечко будет болеть голова. Поэтому сейчас я после того, как я сниму это все, я вас здесь посередине, наверное, сделаю надставку. И потом посмотрю, насколько мне будет комфортно в таком снуде. Напишите мне в комментариях, кто будет шить себе подобный снуд. И поделитесь со своими подружками, со своими сестрами, кому будет интересна эта тема. И всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok